Так, спросили меня тут в комментариях, что же будет, и в формате шорта, конечно, на такой всеобъемляющий вопрос ответить не получится. Если коротко, то Российской Федерации в нынешнем виде кабзда. Я просто более литературного слова не нахожу, эфемичного. Почему не надо обладать семипядями волбутом или, я не знаю, я про себя говорю, что я рабочий всю жизнь, я никаких там высших образований не имею. Но совершенно очевидны некоторые вещи, которые уже если им дан старт, то они уже неизбежны. Сейчас я в доказательстве своей теории от этого утверждения свои же. 14-й год, да? Видно? Десятилетний уже. Какого у нас там сегодня? 12 ноября 23-го года. Это 10 июля 14-го года. Цуксва. То есть, почему можно было предсказать, что войдет Путин, раз он аннексировал Крым, он войдет и на материковую часть Украины. 10 июля. Это, соответственно, еще даже Иловайск не пошли. Батальоны тактические группы российские не вошли. Но уже я это писал. Уже все было понятно. Цуксва. Нет, ну на что этому недотекомки Путину... Нет, ну что вот этому недотекомки Путину прикажете делать. Время идет. Сказать, что он не молод, это ничего не сказать. Сказать, что он не молод, это фактически вдвое уменьшить его возраст. Крым захапал, но вот на Донбассе явно не складуха выходят. Донбасский облом перечеркнет все крымские... Ты что-то спросить хочешь? Нет, нет. Донбасский облом перечеркнет все крымские достижения. А чтобы не было облома, надо вводить войска. И так уже хрен отмоешься. Если еще и на Донбасс войска ввести, затаиться и притвориться мертвым, тоже не очень выход. С одной стороны, украинцы Донбасс от за россиян, и россиян освобождают. Вот, кстати, Санька уже тогда этим занимался. Я еще не был мобилизован. А с другой стороны, российские шизопатриоты хотят Донбасса аж до Киева одним куском. Наступать нельзя, отступать нельзя, на месте топтаться нельзя. Цукцванг. Цукцванг это когда... Да, это что бы ты ни делал, что бы ты делал или не делал, это только усугубляет плачевное положение. Путин выцукцванг. Что бы Путин ни делал, ситуация для него и России будет только ухудшаться. Введет он войска на материковую Украину, хрен его знает, кто ему там Путину векторы предает и волшебными пинделями снабжает. Не знаю, какой безмозлый советник подсказал ему Крым аннексировать, но после этого Россия хоть так, хоть всяк хана. Так что можно было бы и ввести войска на Донбасс. Все равно скоро пиндец всему. Так почему и нет? Если бы лично я так облажался, аннексировал Крым, я бы точно ввел войска на Донбасс. И не только на Донбасс. Как говорится, сгорела хата, гори их сарай. Или помирать так с музыкой. Ну а какие там стратегические планы у Путина на проплешине рисуют, посмотрим. То, что планы именно рисуют, они он рисует, я уверен. Не считая Путина самостоятельной фигурой, принимающей решение, жалкий поплавок, на который все спорят, как он дергается, то активнее, то затихая и пытается предугадать будущие приступы жизнедеятельности престарелого Наполеона. Забывая, что движение поплавка в последнюю очередь зависит от самого поплавка, но в какой-то степени зависит. Я хочу сказать, что, понимаете, если в вашем доме завелась моль, вы до какой-то поры еще можете принимать ее там за, я не знаю, ночную бабочку, мотылька, сослепу за стрекозу ее принять. Но с того момента, как эта моль начинает жрать вашу одежду, ну в данном случае анексии Крым, уже понятно, что пока эта моль будет существовать, она будет выжирать все вокруг вас и съедать вашу квартиру, хату, дом и так далее. Понятно. То же самое, пока Путин будет во власти в России, он будет сжирать, эта моль будет сжирать и жрать Российскую Федерацию и все, до чего она доберется в окрестности. И честно говоря, я хочу лично, да, я уже второй раз на войне, но я хочу, чтобы он как можно дольше жил, существовал, как можно глубже загнал Российскую Федерацию, уже необратимую яму, из которой она никогда не выбралась, чтобы из этой Российской империи отвалилась там, ну что-то там может и будет, какая-то Новороссия, Московия или еще какая-нибудь хренатей, но не более того. Как Российская империя развалилась, развалилась Советский Союз, так развалится и Российская Федерация, уж поверьте, тут большого ума не надо, чтобы это просчитать.